С картонок или прямо из кузова на обочинах оживленных саратовских трасс началась торговля арбузами. Происхождение большей части ягод неизвестно. Артур уверяет, полосатых раннего сорта користан привез из Волгограда. Правда, документов на товар нет. По словам предпринимателя, в арбузном бизнесе он уже три года, но про сертификаты слышит впервые. В этом году я ездил, все сказали, что им не дадим, но сертификаты не выдают. Еще одна точка и та же история. Товар есть, документов нет. Правда, арбузы уверяет продавец местный, Ровенский. К таким историям у сотрудников Ростельхознадзора уже, можно сказать, иммунитет. Терпеливо ждут, когда продавец завершит внезапно начавшуюся молитву и выписывают штраф. На сегодняшний день управлением выявлено порядка 15 лиц, допустивших нарушение карантинного законодательства. Лица привлечены к административной ответственности. Большинство предпринимателей торгуют как частные лица. В этом случае сумма штрафа минимальная, не больше 500 рублей. А поток покупателей не прерывается. Если разрезаем там мякоть, мы выкидываем, как вата. А если нормально, то едим. Но я вот здесь беру всегда. Гулкий звук, сухой хвостик и средние размеры. Все это говорит о спелости ягоды. А вот нитраты невооруженным глазом заметить практически невозможно. Единственное, что можно разрезать арбузы. И если есть белые или желтые покрапления, это говорит о наличии нитратов и пестицидов. Специалисты советуют спрашивать у продавцов и наличие сертификатов. Но проверять документы решится не каждый. Поэтому, чтобы не подвергать опасности собственное здоровье, покупать арбузы лучше на рынках или в магазинах, а не на обочине. Екатерина Сулейманова, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив. Субтитры создавал DimaTorzok